Дорогие школьники, знатоки православной культуры, Вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помощь. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста. Добрый день, мы команда Петропавловского собора. Хорошо, я знаю, что вы ранее участвовали в музыкальных паузах, как Петропавловская песня, а теперь вы уже в роли знатоков православной культуры. Как вам? На самом деле сложно, но интересно, потому что это новый опыт, новые впечатления. Команда немножко по-другому воспринимается, то есть когда ты поешь, это одно, а когда участвуешь в конкурсе, когда работаешь, это совсем по-другому. Но это очень интересно, и мы надеемся, что будем участвовать и дальше. Уважаемые телезрители, мы продолжаем серию игр 11-го международного конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины», в котором приняло участие 18 команд. И сегодня мы начнем знакомство с командами школьной лиги. И первыми из них станут ребята из команды Петропавловская песня «Город Симфероболь». Иван Покитько. Будучи совсем маленьким, любил слушать, когда мама читала ему на ночь Библию. Сейчас это делает он уже сам. В четырех лет еще Иван занимается в театральной студии. Увлекается катаниями на коньках, велосипеде, изучает английский язык. Андрей Покитько. Играет на флейте, осваивает саксофон, поет в ансамбле «Петропавловская песня» со своими братьями. Даниил Покитько. Занимается различными видами искусств. Четыре года занимался в музыкальной школе по классу скрипки. А также проявил себя как вокалист. Екатерина Семышева закончила 20-ю Таврическую гимназию. И уже является студенткой первого курса Крымского колледжа общественного питания и торговли. Но по-прежнему остается со своим ансамблем «Петропавловская песня». Поэтому она сегодня в этой команде. София Лепкань, ученица 6-го класса Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки. Любит сочинять небольшие рассказы и увлекается бразильской борьбой. Тихон Якушечкин, ученик 9-го класса Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки. Увлекается видеосъемками, монтажом. Ходит в походы вместе с командой православных разведчиков-следопытов «Петропавловская песня». А еще мечтает побывать в тайге. А сейчас я представлю капитана команды. Это Алина Федорова. Алина учится в 9-м классе Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки Крымского. Является редактором школьной газеты. Любит петь и занимается в художественной школе. В будущем мечтает стать режиссером. Вот такая команда знатоков будет отвечать, уважаемые телезрители, на 7 ваших вопросов. И первый из них выберет Иван Пакитько. Вопрос номер 6. А теперь внимание вопрос. В Византийской империи при самом активном участии православных иерархов, таких как Лев-математик, Кирилл и Мефодий, патриарх Фотий и других, в 9 веке было создано то, что весьма многие стараются получить и сегодня, что существует во многих крупных городах и существовало также в Константинополе. Что же это? Время. Так, давайте посмотрим. Это возможно образование. Потому что... Образование. Еще нужно подумать. Давайте при большом... При большом... Да. То есть, подработка. Да, возможно, такие институты. Подсказка была. Да. Понятное дело. Нужно что-то именно образование раскручить. Евроситет, допустим. Что это может быть вообще в принципе? Университеты, допустим, какие-то школы, Геннадий, да. То есть, образование... Какого перечисляли там? Лев-математики, Кирилл и Мефодий. То есть, Кирилл и Мефодий это А-БУКА. А, это всё-таки возможно. А, это математика. Возможно, возможно. Давайте еще подумаем. Подождите, а что у нас еще... Накидывайте еще версии. Что это? Может быть, какие-то институты... Школы, что это может быть? Образование. Получить что-то, да. Понятное дело, да. Ну, в любом случае, что-то еще... Да. Образование. Ну, что же, это что же образование? Ну, давайте, форма просто сохранена. Получить образование. Капитан команды Алина Федорова, будет ли ответ на этот вопрос? Да, на этот вопрос ответит Покисько Иван Мы посовещавшись решили, что это среднее образование Вы уверены в своем ответе? Да 50 на 50 Внимание, правильный ответ В 9 веке в Византийской империи был основан первый Константинопольский университет, высшая школа Речь идет о высшем образовании, а не среднем Вы были близки к ответу? Я несколько раз у вас спрашивал, вы уверены в своем ответе? Вы ответили да К сожалению, он неверный Поэтому телезрители заработали первый балл Но я хочу, чтобы вы поблагодарили телезрителей за интересный вопрос И поблагодарили себя за интересное обсуждение А в это время Андрей Покисько готовится выбирать При помощи кнопки выбора вопроса Второе задание для своей команды Вопрос номер 5 Это три вопроса из ларца По 20 секунд размышления на каждой Я знаю, что вы все живете в Симферополе Поэтому я надеюсь, что этот вопрос, первый из коротких Не вызовет у вас особого затруднения Тем более, что наверняка вы там были Православные верующие Крыма Ждали этого события с 1992 до 1999 года А с 2003 года верующие стали осуществлять свою давнюю мечту в Симферополе Сегодня каждый может увидеть ее результат в центре города О чем идет речь? Екатерина Мне кажется, памятник для Екатерины Памятник для Екатерины Может восстановление храма Лесоницкого? Скорее всего памятник Почему? Невский ближе к православию Да, Невский Собор Лесоницкого Собор Александр Невского Его недавно восстанавливали Собор Александр Невского Может еще варенок? В случае отвечаю Итак, уважаемые знатоки 20 секунд и стекло Кто ответит на этот вопрос? Отвечу я, капитан команды Мы считаем, что это собор Александра Невского И вы правильно считаете? Но это еще не все Вы не забыли, что это три коротких вопроса по 20 секунд? Внимание, вопрос номер два Эта женщина сыграла значительную роль в истории Древней Руси При рождении она была названа одним именем А при крещении получила другое имя А знаем мы ее под третьим именем Что это за женщина? Назовите ее Время 20 секунд Мне кажется, Ольга и Елена Ольга и Елена, да, скорее всего А третье имя какое это может быть? То есть известно нам оно как под именем Ольга Но давайте подумаем еще, что это вообще может быть То есть третье имя Третье имя Подождите, подождите Ольга и Елена Не знаю, не обязательно Просто Ольга Нет, Анна Нет Мария Мария, нет А причем не секрет у меня Русь Итак, 20 секунд за стекло Кто ответит на этот вопрос? Отвечать буду я, капитан команды Мы считаем, что это княгиня Ольга Ну а вы еще одно имя там называли? Елена Да Речь идет о русской княгине Которую мы знаем по дворяжским именям До замужества, кстати, она носила имя Преслава А после принятия христианства Елена Но даже если бы вы сказали просто Ольга Это тоже было бы верно И поэтому я читаю третий заключительный короткий вопрос из Ларца В свое время часть этой великой святыни была отправлена благочестивой женщиной своему сыну Другая часть была заключена в особый серебряный ковчег Который на некоторое время в 7 веке был захвачен персами в качестве трофея В настоящее время эта святыня сохранилась лишь в отдельных частицах Одна из самых больших частиц по-прежнему хранится в месте обрезания святыни А две небольших частицы, кстати, есть и в городе Симферополе В Свято-Троицком монастыре и в Петропавловском соборе города Симферополя О какой святыне идет речь? Возможно, крест Да, крест, скорее всего, крест Давайте еще будем Да, скорее всего Возможно, сначала думала бы насчет ковчега, как скрижали Потом поняла, что да, насчет частиц Да, частица креста Да, скорее всего, да Итак, истекло еще 20 секунд И кто же ответит на этот вопрос? Отвечать будет Якушечкин Тихон Мы считаем, что это частица креста, на котором был распять Господь Иисус Христос И счет становится 1-1 Вы правильно ответили на этот вопрос Третий вопрос для своей команды выберет Даниил Покитька Даниил, я знаю, что ты мечтаешь поступить в консерваторию Да А кем бы ты хотел быть после ее завершения? Вокалистом Вопрос номер один Встречаем выносной вопрос Ну, я думаю, вы знаете, что ни один путешественник не может обойтись без карты Вот перед вами сейчас репродукции старинных карт трех городов Это город Рим, город Севастополь и город Киев Все эти три города связаны с одним из крымских святых Назовите его Время, одна минута Возможно, что это Климин Потому что, знаете, потому что Климин, Климин 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 Климинский Потому что был возле Севастополя, недалеко от Севастополя произошла его казнь Возможно, давайте еще подумаем Да, то есть Климский, да Вот, что еще может быть? Крымские святые Ну, точно, не Севастополь, какая-то была бы совсем выпада Ну, возможно, что еще может быть? Кем-то там, допустим, Кирилл и Фоди, кстати, они были в Крыму у нас Ну, были, но они не были В Киеве были А, в Киеве они были, то есть В Киеве что? В Севастополе, ну, Севастопол Не посещали Ну, Климин Климин, с кем, кажется, самое логичное Давайте еще подумаем Что еще может быть вообще, святые Давайте накидывать варианты Климин Климин Климин, кажется, это в Севастополе было? Да Давайте, хотя бы, что зовут Святитель Гури Святитель Гури, ну, по-моему, нет Нет, 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 он не до, не то, не то Что еще может быть? Ну, возможно, давайте еще подумаем Просто хотя бы для антуража Вот Кто это у нас? Климин Климин Климинский Серьезно, я Итак, время истекло, уважаемые знатоки Кто ответит на этот вопрос? Отвечать буду я, капитан команды Итак, наш ответ Мы подумали и решили, что это Климин Тримский Ну, я не знаю, как насчет антуража А вот если бы вы взяли и ответили досрочно То заработали бы дополнительную минуту Потому что эта версия у вас появилась буквально на первых секундах обсуждения И версия правильная Я поздравляю вас с победой Второй балл Два-один Вы перевесили Телезрители И сейчас Командный дух Да, и я надеюсь, что Анна Михалева С песней «Моя Россия» Поднимет командный дух вашей команды Еще выше И объявляю музыкальную перемену Я в ясный день В березке подойду И по стволу Ладонью проведу Я расскажу ей все про жизнь мою И нежно ей спою О том, кого люблю Я расскажу ей все про жизнь мою И нежно ей спою Про родину свою Моя Россия Моя Россия Ты словно девица с косой Красива Так будь же счастлива всегда Пусть обойдет в себя беда Моем ты сердце Навсегда Я за водой пойду на родники И буду рвать дорогой Васильки А надо мною небо Береза, как родины глаза Бездонные глаза Моя Россия Моя Россия Ты словно девица с косой Красива Так будь же счастлива всегда Пусть обойдет в себя беда Моем ты сердце Навсегда Я наберу воды из родника Вода вкусна, прозрачна и нежна Вода вкусна, как русская душа Красивая душа Красивая душа Широкая душа Моя Россия Моя Россия Ты словно девица с косой Красива Так будь же счастлива всегда Пусть обойдет в себя беда В моем ты сердце Навсегда Так будь же счастлива всегда Пусть обойдет в себя беда В моем ты сердце Навсегда Так будь же счастлива всегда Пусть обойдет в тебя беда В моем ты сердце Навсегда Напоминаю счет 2-1 В пользу знатоков православной культуры Из команды Петропавловская песня Город Симферополь И сейчас четвертый вопрос для своих друзей Выберет Екатерина Семышева Вопрос номер 12 Пожалуй это один из самых коротких вопросов Среди доставшихся знатокам в нашем 11 конкурсе Но подразумевает он не только знание русской истории Но и православной традиции Авторами его являются знатоки из города Арзамас Очень многим русским людям знаком святой равнопостольный Василий Почему же этот святой так знаменит? Время Святого Василия Так давайте думать Праздник святого Василия Да здесь есть А в чем суть из праздника Давайте подумаем Праздник святого Василия Я просто помню из песенки Так вот Святого Василия То есть святой равнопостольный Очень многим русским русским людям Русским людям То есть Да возможно Возвольте Василия Святого Василия Серьезно? Он проповедовал по-любому Да Это военное дело Но Традиция Он говорил В чем вопрос Он такой вопрос Он такой вопрос В традиции Возможно даже не в церковь А именно в Семь И допустим Да просто в народ Это Василия Василия Еще возможно свадьбы Или еще Еще свадьбы Или Василия Василий Василий Серьезно? Да Итак Время истекло Минута завершилась И это значит Что Капитан команды Алина Федорова Сейчас скажет Кто ответит на этот вопрос Отвечать буду я Но можете повторить вопрос Пожалуйста Пожалуйста Очень многим русским людям Знаком Святой Равноапостольный Василий Чем же Этот святой Так Знаменит Итак Тишина Прошу Прекратить обсуждение Капитан команды И только она сейчас Может говорить Кто будет отвечать Отвечать буду я Капитан команды Наиболее Интересной версией Был насчет того Что Он ввел в какое-то Какое-то Обычай То есть Обычай в русские семьи Либо в церковь У меня И это правильно Вы почти Подошли К очень важному Результату Мы думали Насчет того Что это могло быть Особенности С замечанием Свадеб Допустим Святого Василия Весилия То есть Ну Нет Шось таке Вы уже И Василия И Василия Перепутали Ну я пыталась Для наших телезрителей Кто не знает Украинского языка Василия Это свадьба В переводе На русский Да Просто Наиболее Просто у нас Было Были версии Насчет Рождества Крещения Но по-моему Это сюда не особо подходит Да Это Совсем сюда не подходит Да Дело в том Что Некоторых святых И вы уже когда говорили о святой княгине Ольге Мы знаем по их старым именам которые они получили до крещения Ольга это ее старое такое скандинавское имя А вот этого святого равнопостного Василия мы тоже знаем под его старым именем Потому что до крещения он носил имя Владимир А когда крестился его крестили с именем Василий Речь идет о святом равнопостном князе Владимире Который вел прекрасную традицию в нашу культуру Традицию православного крещения Вы были возможно близки формально к ответу Но к сожалению вам не удалось взять этот вопрос Поэтому телезрители сравняли с вами счет 2-2 Тем не менее я хочу кстати чтобы вы поблагодарили авторов вопроса И сейчас пятый вопрос для своей команды выберет София Липкань Вопрос номер 4 Перед тем как огласить вопрос я хотел бы узнать Кто из вас был в картиной галереи? В принципе все были Ну замечательно Встречаем выносной вопрос Итак осенью 2017 года в Москве в музее-квартире Федора Достоевского Экспонировалась выставка «Библейские битвы» Современного саратовского художника Елены Мальцевой Вашему вниманию представлена репродукция одной из картин этой выставки Через одну минуту вам нужно будет дать ей название Время Так возможно куда крестный ход Возможно это Да какой это Так ну если да допустим Это похоже на шествие Шествие да какое то возможно что да А как думаешь Счастливые вещи Но тут не видно что люди счастливые вообще Тут одни женщины Да они женщины Да они женщины Ну допустим Да не может не вероносить потому что Шествие да Тут как бы они По-моему это будет Три Нет А сколько Счастливые вместе Счастливые вместе Счастливые вместе Так ну Ладно Подождите А в чем суть основной смысл картин Три То есть пять девушек Смотрите Свечки Свечки То есть это колесный ход Панихида Это какой то свет я же говорю Панихида Скоресный ход Что там вообще можно Так Они идут Они смешные Сколько их было Битвы Битвы Итак Капитан команды Алина Федорова Кто попробует ответить на этот вопрос Отвечать буду я капитан команды Так Первая мысль была насчет Джон Мироносец Но если учитывать разницу в лицах То все становится сложнее И все таки Будет ли у вас хотя бы одна версия Ну можно сказать что это Джон Мироносец Но Ваша версия ясна А теперь внимательно посмотрим На этих женщин Справедливо заметили что там только женщины Девы У одних Хватило масла Для светильников А у других нет Одни были мудрыми А другие были неразумными Картина называется Мудрые и неразумные Девы Совершенно верно Но Телезрители Заработали еще один балл И пока они Вырвались вперед Счет Два-три В пользу телезрителей Шестой вопрос Выберет сейчас Для своей команды Якушечкин Тихон Вопрос номер десять Это вопрос один за всех И все за одного Кто-то один Должен будет остаться За конкурсным столом И пока вы решаете Кто это будет Я выйду к вам За конкурсным столом Останусь я Капитан команды Ну что же Алина Три вопроса По 20 секунд на каждую Выбираем? Пожалуйста Наш юный помощник Откроет ларец А я прочитаю вопрос Есть такое имя Феофан А есть такой праздник Называется Крещение Или по-другому Богоявление А что общего Между именем Феофан И Богоявление У тебя 20 секунд Имя Феофан И праздник Крещение Богоявление Что между ними общего Итак Два слова Богоявление И Феофан 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 Слово, понятно, не русское Крещение Приводится Совершенно верно Крещение Крещение Приводится как Феофан Да, то есть имя Феофан означает Богоявление Богоявление Крещение, Богоявление Так, команда Давайте поддержим Выбираем Еще один вопрос Он Наиболее глубоко и увезительно раскрыл в своем Евангелии Христианское Христианское Учение о любви к Богу и о любви к ближнему Поэтому его еще называют справедливо Апостолом любви О ком идет речь Кто в своем Евангелии раскрыл Учение о любви Апостол любви Итак кто же это? Иоанн Богослов Совершенно верно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ну и третий вопрос Ну это совсем легкий Я даже вообще не понимаю, как он к нам попал Это вопрос из номинации «Зерно истины» в детском саду Я сейчас возьму именно на него и не отвечу Ну, бывает и такое, кстати говоря Ну, все-таки попробуй ответить, хорошо? Давай хотя бы попробуем Хорошо Есть время, когда эти предметы разбрасывают А есть время, когда их собирают Что это за предметы? Что это? Загадка Время разбрасывать Время собирать эти предметы И так Даже поговорка есть такая Время разбрасывать эти предметы Я такой заменяю словом И время, а есть время собирать эти предметы О чем идет речь? Моя версия – это деньги, наверное Она очень неверная, да, я знаю Я просто сейчас как-то начала… Что? Зерно Так, время разбрасывать зерна И время собирать зерна Время собирать зерна Точно зерно Да, зерно Вот когда сейчас восстанавливают храмы Говорят, что тогда-то их взорвали А теперь эти храмы восстанавливают Говорят, время разбрасывать Храм Храм Ну, ладно Давайте я дам правильную версию А ты сразу вспомнишь Время разбрасывать камни И время собирать камни Собирать камни, да Давайте поддержим своего капитана Она очень старалась Но волнение, как это бывает Немножко ее сбило с правильного курса Я надеюсь, что это не последняя наша встреча За этим конкурсным столом Счет становится 4-2 в пользу телезрителей Но у нас еще остался вопрос На заданную тему Которую подготовили ваши друзья Знатоки православной культуры Из города Севастополя Попробуйте ответить на него Привет, привет, Вадим Ты всю ночь работал? Да-да, приходится, понимаешь Надо довыполнить план Слушай, а не знаешь, где Денис? Не знаю, два часа нет У нас все как обычно Здорово, ребят Здравствуйте, Денис Доброе утро, коллеги Здравствуйте, Сергей Дмитриевич Спасибо за работу Денис, ты опять опоздал? Да Такого больше не повторится Надеюсь Сегодня зарплата Да, у меня тоже 25 тысяч получилось Да, 25 И ты 25? Да, и я 25 Так, это неправильно, ребят Надо разобраться Сергей Дмитриевич, можно у вас? Да, конечно Понимаете, у меня тут такой вопрос Я работаю весь месяц Днями, ночами Свожу этот кредит-дебет И получается столько же, сколько и все А особенно, как и Денис Это почему? Денис Владимирович, я благодарен вам за вашу работу Но дело заключается в том, что мы с вами подписывали договор Заранее установленным размером заработной платы Уважаемые знатоки, ваша задача в течение следующей минуты Угадать, о какой притче идет речь Уважаемые знатоки, у вас минуты на размышления О рабочих, получивших равную плату То есть помните отличие? Да, да Да, да 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 Справедливый Без разницы все равно Отец Александр, можно взять досрочный ответ? Да, только что вы будете делать дополнительные минуты Я не знаю, это последний вопрос Ну, по крайней мере, у вас в багаже останется память об этом Конечно, берите Отвечать будет Иван Панько Мы думаем, что это притча о рабочих, которые получили равную заработную плату Итак, ваша версия ясна, а теперь спросим у ваших старших товарищей Студентов севастопольских вузов, которые входят в сборную знатоков православной культуры этого города Что они хотели вам показать? Уважаемые знатоки, мы хотели вам показать притчу о работниках, получивших равную заработную плату Я поздравляю вас с победой над этим вопросом И хотя ваша победа не столь абсолютна, поскольку вам не удалось сегодня одолеть или зрителей Но мы все равно с удовольствием наблюдали за ходом вашего обсуждения Учитывая, что ваша команда первый раз принимает участие в конкурсе знатоков православной культуры зерной истины Я убежден, что у вас есть все необходимое для того, чтобы в будущем достичь больших результатов А сейчас я прошу вас выбрать вопрос, который вызвал у вас наибольший интерес А в это время представитель совета старейшин скажет, кто же сегодня был лучшим знатоком православной культуры Сценка большие ребята молодцы, может мы их поощрим Хотя в принципе все вопросы, мне кажется, были интересные Давайте в сценку, да, ребята молодцы Они хорошо обыграли Да, они умные Итак, мы посовещались и решили, что больше всего нам понравился вопрос на заданную тему Ну что ж, тем не менее, несмотря на то, что вас не получилось одержать победу, мы вас все равно сердечно поздравляем Это ваш дебют Дебют не всегда бывает победоносный Но главное участие Мы вас благодарим И считаем, что лучшим знатоком вашей команды является ваш капитан Который был способен вас всех объединить И взять на себя ответственность в том числе Капитану мы вручаем футболку нашего конкурса Вот такая футболка Спасибо большое И книгу «Святые источники Крыма» Она пригодится вам в путешествиях ваших Спасибо большое Уважаемые телезрители На сегодня все вопросы завершились Как всегда, мы будем с нетерпением ждать ваших новых писем С новыми заданиями для наших знатоков Пишите нам по адресу Российская Федерация, Республика Крым Город Симферополь Почтовый индекс 295-011 Улица Герой Аджимушкая 9-11 Редакция конкурса «Зерно истины» А наш сайт в интернете www.znotaki.artox.ru Поможет юным знатокам подготовиться к новым встречам с телезрителями Напомню, что конкурс на такую православную культуру «Зерно истины» Организован совместными усилиями Симферопольской Крымской епархии Министерства образования Республики Крым И телеканалом Первой Крымской Через неделю мы познакомимся С еще одной командой школьников На этот раз из города Брянска А на сегодня больше вопросов нет До новых встреч Ангела-хранителя Всем вам До свидания Здравствуйте Доброго дня Доброй жизни Гостеприим нам Крыму Мы зерно истины Вместе От ищем Конь не найти одному В мире серьезных ответов вопросов Всех нас сегодня собрал Полуостров Зерно истины В этом мире детства Чистого сердца Мы собрались вместе Белый свет чудесен Встречи долгожданных Радость несказанных Радость несказанных Здесь мы заодно Истинный стерно Вот оно Нет здесь соперников Только друзья Объединяет игра Мы постигаем судьбы теря Мы добавляем миру добра Только промолкнет Сavía Это Коттан для души Но Ставершек с нами Правильный Вывод Съедно Истины Prize Нам очищает Вер 1918 Зерно истинный зерно, вот оно! 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 Зерно истинный зерно!